Всем привет! В этом видео мы рассмотрим создание упрощенного варианта фасада универмага сети Джон Льюис. Создание модели будет состоять из следующих тапов. Сначала я сделаю кривую и разобью ее на точки. После этого я растиражирую эти точки вверх. На рисунке я сделал равное расстояние между рядами, но на самом деле модели она будет соответствовать аналогу. Затем на основе этой сетки я создам такие четырехугольники и разобью каждый на четыре треугольника. У меня получатся такие группы из четырех треугольников. И дальше я буду соединять эти треугольники между собой, чтобы получить тромбы. Сначала я буду соединять каждый правый треугольник из одной группы с левым треугольником из следующей группы в одном горизонтальном ряду. Так я получу ромбы в горизонтальном направлении. И затем я буду соединять каждый верхний треугольник из одной группы с нижним треугольником из другой группы на один ряд сверху. И после этого мне останется просто применить к этим получившимся ромбам аттрактором. То есть отмасштабировать эти ромбы в зависимости от расстояния до аттрактора. И создать такую ступенчатую форму. И давайте начнем с создания кривой. Вызовем компонент Point. Зададим три точки. Щелкнем правой клавишей команда Set Multiple Points. И укажем точки с расстоянием примерно в 30 метров друг от друга. По этим точкам создадим полилинию с помощью компонента Polyline. Скруглим угол этой полилинии с помощью компонента Fillet. Допустим радиус скругления будет 5 метров. И теперь данную кривую разделим на точки с помощью компонента DivideCurve. Укажем во вход count 20 точек у нас должно получиться. Вот, отлично. Теперь эти точки мы будем тиражировать. Но для начала необходимо создать вот эти значения, по которым мы будем тиражировать. И давайте приступим к мудреному способу создания этих чисел. Мы знаем, что у нас, допустим, высота этажа будет 4800. И всего 6 этажей. Теперь на основе этих чисел я создам последовательность с помощью компонента Series. Величина шага Step 4800. Количество шагов count 6 штук. На выходе у нас получается вот такая последовательность. И теперь я хочу из этой последовательности выкинуть определенные значения. Хочу выкинуть вот эти 5 метров и 9,5. Для чего? Давайте вернемся к схеме и посмотрим на нее. Вот, можно заметить то, что между определенными отметками у меня идут вершины треугольников с определенным одинаковым шагом. То есть, например, между вот этими этажами в середине у меня всего 4 ряда треугольников. И они одинаковые величины. Здесь, например, больше. Здесь еще больше. И вот мне как раз-таки необходимо сейчас из-за получившейся последовательности я хочу выкинуть вот эти этажи. Для того, чтобы потом спокойно делить этот диапазон на нужное мне количество рядов. Выкидывать значения из списка мы будем с помощью компонента callIndex. Сдаем первое значение, второе. С зажатой клавишей shift вводим эти значения во вход индекс. И добавляем в первый вход наш список, с которым мы работаем. На выходе у нас теперь вот такая последовательность. И теперь мы будем с ней работать. Мы сначала... Я теперь хочу на основе этой последовательности создать диапазоны. Таким образом, чтобы у меня первый диапазон был от 0 до 14,5 метров. Следующий диапазон от 14,5 до 19 и так далее. Как это сделать? Сначала я этот список весь сдвину. Сдвину его значения с помощью компонента shift-list. По умолчанию здесь стоит величина сдвига равная 1. Давайте скопируем панель. Посмотрим, что у нас теперь получилось. Можно заметить, что значение в 14,5 метров находилось на второй строчке, а теперь на первой строчке. У меня вот так все значения сдвинулись. Но значение 0 мне теперь не нужно. Я его выкину. Для этого необходимо поменять значение входа в веб с true на false. Для этого вызовем компонент boolean.toggle и соединим их. Вот отлично. 0 выкинули. А из этого списка, из предыдущего, мне необходимо выкинуть первое значение с индексом 0. Для этого опять вызываем компонент call-индекс. Во вход индекс щелкаем по нему правой клавиши и вводим значение 0. И выкидываем теперь из этого списка вот этот нулевой значение с нулевым индексом. Вот отлично, можно увидеть. Вот такие у нас получились одинаковые последовательности. Немножко. Здесь неправильно. Из этого списка мне нужно выкинуть не первое значение, а последнее значение. Я вот этот список переверну. Вот отлично. Теперь я значение 24 метра выкинул. Но у меня список здесь перевернут, и я его опять переверну. Вот теперь у меня правильная здесь последовательность, которая мне нужна. На основе двух этих списков я теперь могу создать диапазон. Для этого вызову компонент construct-domain. Не тот. Вот этот список, его значения будут началом каждого диапазона, а эти значения концом. И вот такие диапазоны у меня получились. От 0 до 14, 14, 19 и так далее. То, что нужно. Теперь я эти диапазоны, внутри каждого диапазона, я буду, хочу получить определенное количество чисел с равным расстоянием друг от друга. Мне понадобится компонент range. Задаю во вход domain эти диапазоны. И во вход steps необходимо задать число. Сколько шагов я хочу получить в каждом диапазоне. Для этого я вызову компонент genPool. Настрою его. Правой клавишей едет. У меня всего будет три значения, потому что три диапазона. Еще раз. Нулевые знаки, точнее десятичные знаки мне не нужны. И максимальное значение задам, допустим, четыре. Первый диапазон я разобью на два значения, остальные по одному. Вводим во вход steps и смотрим, что у нас на выходе получается. Получились вот такие числа теперь. Обратите внимание, связь стала пунктирная. И панель у нас показывает, что у нас получились вот такие списки или ветки. То есть у нас теперь сложная структура идет, и необходимо следить за этим. Я теперь выкину из каждой ветки последнее значение. Или точнее первое значение. Да, лучше первое значение. Почему? Потому что можно заметить, что у меня последнее значение из первого списка совпадает с первым значением из последующего списка. У меня повторяющиеся числа есть. Вызову опять компонент cal-index. Index введу set-integrate-no, 0. Ввожу этот список. И на выходе получаю теперь числа без повторов. Я теперь эту структуру упрощу с помощью компонентов latem. То есть все эти ветки обрубаем. У нас опять вот такой единый список. И добавим теперь опять к этому списку нулевое значение. То есть внедрим в этот список, в первую строчку, значение 0. Вызываем компонент insert-items. К этому списку я добавляю значение 0. Под индексом опять же 0. И у меня получается теперь вот такой список. Вот нулевое значение я внедрил в начало этого списка. И теперь я хочу еще добавить одно значение в конец. Вот это вот верхнее расстояние, которое равно здесь метр двадцать. Но у меня оно пусть будет равно полутора метрам. Я теперь что должен сделать? Из этого списка мне необходимо вычленить вот это последнее значение. Для этого вызываем компонент list-item. Вводим этот список. По умолчанию здесь стоит во второй вход индекс значения 0. И он выдергивает первое значение. Я этот список просто переверну на входе. Для того, чтобы вытянуть последнее значение списка. И теперь к нему я прибавлю с помощью компонента addition. Вот эти полтора метра. Вот такое число у меня получается. Вот это число я как раз хочу добавить теперь в конец вот этого списка. Опять вызываем компонент insert-item. К этому списку я добавляю вот это значение под индексом 0. И оно теперь добавилось в начало списка. А мне необходимо его в конец засунуть. Я что сделал? Я опять на входе список переверну. Теперь у меня правильная... Ну, не совсем правильная последовательность. Числа идут друг за другом верно, но список сам перевернутый. Я просто опять на входе его переверну. Одни перевороты. Ладно. Теперь мне необходимы эти числа. Осталось просто их преобразовать в вектора. И по векторам я уже смогу сместить эти наши точки. Давайте вызовем просто компонент unit-z. Переводим эти числа в вектора. И по этим векторам смещаем точки. Вызываем компонент move. Задаем во вход в геометрии вот эти точки, выходящие из компонента divide-key-off. А во вход в motion вектора. Но получилось не то, что нам нужно. Потому что необходимо опять создать сложную структуру. То есть у меня здесь одна ветка из векторов уходит. И из точек одна ветка. Я вектора разобью на разные ветки с помощью компонента graft-3. У меня получится вот такая сложная структура. И я таким образом буду вот эту ветку, в которой все точки прогонять. Сначала через первую ветку, в которой только один вектор. Потом через вторую ветку. У меня следующий вектор и так далее. Таким образом я получу вот такую сетку из точек. Отлично. Точки, сетка, источек у нас есть. Давайте с помощью панели посмотрим, что у нас здесь получается. Вот такая куча точек. Для начала я упрощу название веток. То есть здесь уже какое-то длинное название получилось. Щелкаем правой клавишей и выбираем команду simplify. Теперь у нас ветки. Уровни упростились. Я теперь буду на основе этой сетки создавать такие кресты. Да, вначале я говорил, что я создам четыреххольники. Но на самом деле этот шаг можно упростить и сразу на основе сетки создавать крестики. Давайте для того, чтобы было проще понимать, что мы дальше будем делать, давайте подсветим эти точки. То есть подсветим их индексы, где они находятся внутри этой структуры. Для начала эти точки опять разобью на каждую, каждую точку на свою ветку. Вот у меня теперь каждая точка, она имеет определенный такой шифр. Первая точка 0, 0, 1, 0, 2 и так далее. 5, 9. 5, 9 означает, что это у нас как бы пятый ряд. Вот здесь они по порядку идут. Ну давайте вот это подсветим, чтобы было видно. Для начала мы вызовем компонент тег, текст тег. Текст тег, наверное, даже на простой, в принципе, подойдет текст тег. И во вход location я задам вот эти точки. А во вход текст мне необходимо теперь задать вот эти названия веток. Для этого мне понадобится компонент, который как раз таки покажет мне эти названия. Он называется 3 statistics. Вводим вот эту структуру в этот компонент. И на выходе pass у нас получается список этих названий наших веток. Но обратите внимание, этот список один, он упрощенный. Если я сейчас введу его в ход текста, у меня может все подвиснуть. Следите внимательно. Если у вас в один компонент, в какой-то, точнее, в один вход компонента входит пунктирная связь, и потом вы хотите в другой вход воткнуть вот эту утолщенную связь, то это потенциальное такое место в вашем алгоритме, которое, скорее всего, приведет к зависанию. Перед этим лучше сохраниться. В нашем случае мне необходимо просто от эти названия опять разбить на разные ветки с помощью компонента graph3. И вводим их во вход текст. Что у нас получается? Получаются вот такие числа, но их немного не видно. Давайте скроем отображение точек, чтобы они вам не мешали. Вот. Теперь можно увидеть, как у нас устроена структура наших точек. Вот у нас первый ряд. У него у всех точек первое значение равно 0, а затем идут последовательные числа. И теперь я могу, зная и видя вот эту структуру, создавать кресты. Мне для этого понадобится компонент relative items. Точнее, relative item просто. Я во вход 3 веду вот эти точки, вот эту сложную структуру. У него на выходе два здесь выхода у него. Первый выход – это исходное дерево, по сути, то же самое. А второе дерево я получу путем смещения вот этих индексов, или точнее путей. Необходимо задать вот это вот значение смещения. Смотрите, что я хочу сделать. Давайте сделаем небольшой рисунок. Вот, допустим, у меня первая точка. Я хочу, чтобы эта точка соединилась с вот этой точкой. У вот этой точки путь такой 0, 0. А у этой точки путь 1, 1. То есть я к первому значению прибавляю единичку, и ко второму значению тоже прибавляю единичку. У меня во вход offset, во вход смещения, я должен задать вот эту формулу. Плюс 1, точка запятой плюс 1. Давайте так и поступим. Вызовем панель и напишем в ней фигурная скобка 1, 2, 1. Это будет формула, по которой мы смещаем точки внутри этой сложной структуры. И посмотрим, давайте визуализируем точнее, что у нас должно получиться. Вызываем компонент line и соединяем исходные точки с теми точками, которые мы как бы сместили по вот этой формуле. И на выходе у нас получились вот такие диагональки в одном направлении. Теперь необходимо сделать такие же в другом направлении. Копируем вот эту группу нодов и меняем теперь просто формулу. Теперь необходимо сместить, давайте вскроем опять отображение точек. Теперь необходимо сместить, допустим, возьмем точку 0,1. Я хочу соединить ее с точкой. Да нет, даже подальше давайте возьмем. Например, вот эта точка 0,5. Вот так. Точка 0,5. Я хочу соединить ее с точкой 1,4. То есть, смотрите, я к первому значению прибавляю единичку, а ко второму значению я, наоборот, отнимаю 5, минус 1, 4. То есть, первое значение плюс 1, второе значение минус 1. И у нас получаются такие диагонали в другом направлении. Продолжение следует...